Девчонки, всем большой привет! Сегодня видео именно для вас, и я сегодня расскажу вам про 10 необходимых и крутых штук, которые вы можете купить на Алиэкспресс до 400 рублей. Здесь нет ничего противозаконного, нет ничего определяющее возраст, есть только классные, дешевые и эффективные гаджеты и штуки, которые, я думаю, вам понравятся. Я начну свой рассказ по возрастанию, начну с товаров, которые самые дешевые, и закончу товаром наиболее дорогим. Самое дешевое, самое необходимое, и мне кажется, из этого списка самая крутая вещь — это лакмусовые полоски. Если вы не знаете, что это, я настоятельно рекомендую погуглить, посмотреть исследование и понять, что это необходимая вещь для любой девушки. Начиная, наверное, с 13 лет, как только появляются менструации, как только вы начинаете чувствовать, что вы растёте, обязательно приобретите эту штуку. Это необходимая вещь не только в косметологии, но и также для здоровья. С помощью неё вы можете измерять pH любой жидкости, любого средства, всё что угодно. Если мы говорим про косметику, то это любые уходовые продукты, гели для умывания, пенки для умывания, кремы, что угодно. Как она выглядит? Вот такая вот маленькая упаковочка за 35 рублей я купила. Вы открываете, и здесь огромное количество вот таких полосочек. Видите, оранжевого цвета. Здесь, как видите, шкала от наименее щелочного до наиболее щелочного баланса. Как всем известно, наш pH кожи лица 4,5. Поэтому, если какие-то пенки или умывалки, на которых не указан pH, есть такие большинство, то вы можете это проверить. Вы берёте вот эту бумажечку оранжевую и наносите на кончик, ну там, не знаю, сантиметр, буквально шириной, ваш продукт. Пенка, ну что угодно, гель для умывания, хоть молочко, без разницы. И спустя, наверное, там пару минут, когда вы видите, что бумажка высохла, нет там никакой жижи, всё высохло, вы сравниваете, какой цвет похож на одну из этих шкал. Если у вас где-то между четвёркой и пятёркой, где-то оранжево-жёлтый, это отличный хороший продукт, который вам не высушит кожу. Если вы измеряете и это умывалка или гель тёмно-зелёного цвета, не дай бог синего, это значит, что это очень щелочной продукт, который будет сушить безбожно кожу, который будет вытаскивать из неё всю влагу и оказывать только максимально плохое воздействие. Поэтому приобретите вот эти штуки, они просто, ну, необходимы. Следующий товар это носки. Я как-то не заметила тот момент, когда носки от 30 рублей в магазинах стали стоить 130 рублей, когда пара у сейчас, пара обычных, там, не знаю, белых носок стоит 150 рублей. Как бы ты думаешь, типа, чё, обычные носки 150 рублей, они у меня могут порваться завтра. Можно заказать и на Wildberries, и на Ozon, я всё прекрасно понимаю. Но на Алиэкспресс цена начинается от 30 рублей, серьёзно. Можно купить слитки за 20 рублей, они будут, ну, нормального качества. Я проходила, наверное, лето, сезон. В итоге они, конечно, порвались, но как бы 3 месяца за 20 рублей, мне кажется, это вообще прекрасно. Средняя цена носок нормальных, где-то 60-80 рублей. Я заказываю обычные носки на каждый день, также вот недавно заказала, не буду уж показывать им, извините, ставлю картинки. Носки такие горчичного цвета, и у них щиколотка прозрачная, как сеточка такая. Мне нравится именно вот это разнообразие за дешёвую цену. Следующий товар в нашем списке это кисти для масок в особенности для лица, ну и также для макияжа. Я вам хочу продемонстрировать кисточку, которую я заказала, наверное, лет 5 назад за внимание. Вот не поверите, вот сколько вы бы дали за неё? Отдали сколько? Вот честно, мне кажется, никто не угадает. Я за неё отдала 9 рублей. Сейчас такие кисти я мониторила стоят по 30-40 рублей. Да, курс скаканул. Но мне кажется, даже 30-40 рублей это ничто, учитывая, сколько стоят кисти в каких-нибудь профмагазинах. Есть фикс прайс, естественно, где там по 77 можно купить. Да, есть много магазинов, но сегодня речь у нас про Алиэкспресс. Также у меня есть вот такая ещё кисточка, я заказала её недавно. Она, как видите, потолще, у неё больше периметр, она выше. И обычно вот эту я использую для пилингов, для того, чтобы, ну, знаете, она уже старенькая, она вот тут уже отклеивается, чтобы вот, ну, не жалко было. Эту использую для масок. Она плотная, отлично наносит любые маски, в том числе, кстати, глиняные. И вот такой у меня ещё есть скребок, я его называю. Использую для либо очень густых масок, либо каких-то скрабов, потому что здесь удобно есть на обратной стороне такая клопатка, скошенный угол, которым удобно зачёрпывать. Брать маску, распределять, и потом, например, вот этой стороной по всему лицу. Это силикон, поэтому им удобно работать только вот с какими-то густыми масками или, например, с олигинатными. Кисти для макияжа. Выгоднее всего, конечно, покупать наборы. Я не люблю кисти для лица в наборах, потому что они не плотные, потому что они какие-то несуразные. И намного удобнее купить конкретную кисть под конкретное назначение. Например, вот эту кисть, которую я использую или для пудры, или для румян-бронзера. Она в форме хвостика, как называется, беличьих хвостей. Синтетическая, естественно, кисть, но она очень мягкая, и она вообще не колется, она совсем не облезает. Волоски из неё не вытягиваются. Смотрите, я уже мыла её, перемыла несколько раз. Вот этот пластик металлический не облезает. Что ещё нужно? И вот такие наборы есть. Я покажу только четыре, но их было всего 12 в комплекте. Просто я остальные использую и взяла самые чистые. Классные кисти. Вот этот набор мне обошёлся, по-моему, в 215 рублей. Но средняя цена наборов для глаз от 250, наверное, может быть, 200 до 300 рублей. И следующий лот в нашем списке. Это всё для маникюра. А вернее сказать, такая мелкая техника. Это гель-лаки. Это разные аксессуары, типа щёточек. И это пилочки. Это моя любовь. У меня есть целое видео на канале про товары с Алиэкспресс. Конкретно для маникюра. Там вообще всё, что только можно. Всё, что у меня есть. И очень бюджетно. Я оставлю ссылку. Посмотрите, если вам эта тема больше интересует. Цветные гель-лаки действительно хорошие. Они очень пигментированные. Они не текучие. Они не жидкие. Они классно наносятся. Не затекают. Вы успеваете всё распределить. Там под кутикулу. Красиво всё прокрасить. Супер. Далее. Ну, щёточки. Это понятно. Там совсем дешёвые. Я хочу ваше обратить внимание на пилки. Пилки выгоднее покупать набором. Есть пилки и за 30 рублей, и за 50 рублей, и за 100 рублей. Но вот этот набор я заказываю уже третий раз. И если, дай бог, его не снимут с производства, буду заказывать. Я одной пилочкой пользуюсь около года. Учитывайте, что я опиливаю ноготь. После снятия базы я прохожусь ещё по ногтю. Если вам нужно просто для подпилки. Ну, я не знаю, насколько вам хватит. Следующий товар, наверное, будет немножко странно звучать. Но это накладки на соски. Я это практикую уже очень давно. Я не ношу лифчик, не ношу бра, не ношу ничего. Только в отдельных случаях. Вот такие вот силиконовые накладки, которые можно найти где угодно. По-моему, даже в H&M я видела, они продаются. На Алиэкспресс это богатство стоит 80 рублей. Они силиконовые, и по центру есть такой, ну, как бы почти по центру. Китайцы, конечно, у них глазомер не очень хороший. Но есть такое небольшое уплотнение белого цвета, который прикрывает сильнее сосок. Потому что у меня до этого были без вот этих штук. И как бы что с накладками, что без накладок. То есть цвет и фактура просвечивала. Но здесь вот этот вот кругляш, он немножко вас спасает. И ещё есть вот такие. Я их просто налепила, сорян, если что, на какие-то тут у меня другие наклейки, неважно. Выглядят вот так. Они сделаны более правдоподобны на чашечку от лифа. Если тот резиновый, то это полностью тканевый. Здесь по краю липучка, и в центре нет липучки. То есть таким образом у вас грудь не потеет, да, и у вас тут ткань хотя бы, а не силикон. Очень удобно. Он придаёт больший объём, поэтому если вам... Но он придаёт и рельефность. Если вы надеваете совсем обтягивающее какое-то платье или майку, будет видно края. Но если вы надеваете более плотную какую-то ткань, и при этом обтягивающую, да, какую-то водолазку, например, или свитер, то он придаст больше объёма. Здесь точно не будет видно сосков. И они будут именно такие вот... Ну, ощущение, как будто вы лиф надели. Но при этом ничего вам не стягивает. Так что вот ещё есть вот такие. Они подороже, по-моему, 150 рублей. Но, честно, для меня вот прям находка и спасение. Помните, я говорила вам про ещё одну вещь из гардероба? Так вот, это будут трусы. У нас в магазинах представлено очень красивое кружевное нижнее бельё, но со стопроцентным полиэстром и прочей синтетической хренью, от которой потом всё чешется, раздражается. Трусы можно найти на Алиэкспресс от 80 рублей, где-то даже от 60. Честно, придерживаюсь мнения, что вот это вот всегда быть красивой для мужчины, чтобы ты в любой день была готова. Вообще не Катя. Это залог вашего здоровья, залог ваших будущих детей. И вообще готовы ли вы будете к детям или нет. Поэтому это не вопрос предпочтений, это не прихоть, это... Ну, это необходимость. Следующий лайфхак или пункт — это скотч для макияжа. Выглядит он вот так. Похож он просто на какую-то изоленту. Это скотч, похож чем-то на медицинский или на лейкопластырь. Вы отрезаете сколько вам надо и приклеиваете в область под глазами. Обычно тут огромный просто рулон, мне хватит на всю жизнь, мне кажется, с учётом того, как я часто делаю макияж глаз. Чтобы это всё не осыпалось, потом это вот не протирать, не убирать, я использую скотч. Во-первых, вы сразу видите форму, можете корректировать, чтобы у вас была одинаковая форма, да, а не этот сюда, этот сюда. Вы можете рисовать ровные стрелки, можете сделать какой-то графичный макияж, пожалуйста, на ваше усмотрение. Потом просто снимаете, у вас получается чёткая граница, вы можете её подтушевать по желанию. Корректором прошлись, всё. Не задействует вот эту часть, не осыпаются тени. Очень удобная, кстати, вещь. Я вот раньше как-то проходила мимо, а здесь решила заказать. Цена всего удовольствия 110 рублей. Близимся к завершению. И на повестке дня восьмое место я отдала патчем. Я бы ему отдала и первое, и второе место, но по ценовому сегменту они у нас на восьмом. Цена от 250 до 350 рублей. На секундочку скажу, что первые патчи я заказывала за 200 рублей, но, к сожалению, курс растёт. Продавцы поднимают цену, и сейчас те же самые патчи будут стоить 250-280 рублей. Эти патчи я покупала за 250 рублей, они очень прикольно выглядят. Здесь шла лопатка, как обычно, но я не использую, потому что мне не нравится, мне удобнее пальцами. И сами патчи, которые у меня помялись немножко, пока я вам трясла. Много эмульсий, не думайте, что они придут сухие. Здесь всего достаточно. У меня вот розового такого нежного цвета, очень красивые, классные, приятные. Я вам уже много раз говорила о сходстве корейских патчей с китайскими патчами. Я не вижу разницы между патчами, между результатом, эффектом. Патчи за 250 рублей и патчи за 700 рублей с iHerb. Предпоследняя на сегодня это электрическая щётка для лица Копиа Форо. Я к этому делу подхожу довольно механически. То есть мне просто нужно умыться, и я, допустим, хочу это сделать не руками, а используя какой-то девайс, чтобы чуть сильнее отшелушить, очистить кожу. Если я хочу прям глубокого очищения, я воспользуюсь пилингом намного эффективнее, или какой-то маской, но в качестве умывания я не вижу смысла покупать дорогую. С одной стороны у неё такие резиновые щетинки, с другой стороны есть такие небольшие полосочки, которые создают рельефность. Ими вы делаете массаж. Несколько режимов, а точнее три, так что очень советую обратить своё внимание, если вы не хотите тратить 10 тысяч. И последнее на сегодня это резинки для занятия спортом. Я включила в этот список не только косметику, но и какие-то другие вещи, которые могут понадобиться девушкам для красоты, для ухода за собой. И, конечно же, фигура это не что иное, как внешняя красота. Три резинки в комплекте, они шли у меня вот в таком чехольчике чёрном. Стоили они 305 рублей. Почему не стала заказывать большее количество резинок? Да потому что не вижу в этом необходимости. Вам нужна резинка слабая, как, например, вот эта, которая очень тоненькая. Дальше вам нужна чуть-чуть посильнее, например, красная, да, которая уже позначительнее, так, сила сопротивления у неё, она потолще. И вам нужна самая толстая для активных спортсменов. Всё. Зачем вам два промежуточных этапа, которые чуть-чуть между сильной и слабенькой, чуть-чуть между слабенькой и послабее, чуть-чуть между послабее и посильнее. Вот это вот, я не знаю, зачем эти переходы решать вам. Ну, а я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Я надеюсь, что я сегодня собрала максимально полезное количество бьюти-товаров, которые могут заинтересовать каждую девушку. И надеюсь, что что-то из этого вы не слышали, не видели. И обратите своё внимание. Я ссылки оставлю внизу под видео на те товары, которые сегодня перечислила. Если какие-то из них неактивны, постараюсь найти похожие. Возможно, если вы посмотрите это видео не сейчас, а где-то через полгода, а то и год, этих товаров может не быть, потому что некоторые продавцы их перестают продавать, если они снимают с продажи. Поэтому по названию вы сможете ориентироваться и находить на Алиэкспресс всегда актуальные запросы. Так что просто нужно будет самим немножечко приложить усилия и поискать. Вот. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео оказалось вам полезным и интересным. Увидимся в следующих роликах. И всем пока.